В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! Приморье в огне. В крае действует особый противопожарный режим. О том, что это такое и какие действия он подразумевает, сегодня нам расскажет заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, начальник отдела дознания и административной практики, подполковник внутренней службы Максим Сополович. Максим Геннадьевич, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Хотел бы сразу начать со статистических данных. По состоянию на 7 марта 2024 года зарегистрировано порядка 1800 возгораний. Из них порядка 50% это возгорания на открытой территории. В том числе это около 500 случаев ландшафтных пожаров. На что хотел бы обратить внимание, что в основном возгорания происходят в многоквартирных жилых домах, в местах общего пользования и непосредственно в самих жилых помещениях, то есть в квартирах. На втором месте у нас идут надворные постройки, то есть это бани, сараи, всевозможные гаражи и так далее. То есть я озвучил, это основные объекты пожаров, которые больше всего в случаях зарегистрированы. Что касается причин возникновения пожаров, с учетом того, что в последнее время с использованием гаджетов, большая нагрузка у нас идет на электропроводку. Непосредственно по жилому фонду, который относится к старому жилью, где проводка еще смонтирована с учетом старых требований и с учетом небольшого количества энергопотребителей, там возникает больше всего перегрузок. То есть в жилом фонде, который относится к старому, ветхому жилью и так далее, там, соответственно, возникает большое количество пожаров, связанных с некорректной работой электрооборудования, то есть аварийный режим. Это бывает и в том числе непосредственно связано с некорректным аварийным режимом оборудования, как зарядное устройство для смартфонов, планшетов, гаджетов. Люди зачастую, даже оставляя зарядку, только зарядное устройство, в сети даже не задумывается, когда уходит из дома, то есть без присмотра, что это устройство также может воспламениться, то есть возникнуть аварийный режим какой-либо с этим зарядным устройством и, возможно, воспламенение. Поэтому у нас такие случаи имеют место быть. Ну, в целом, основная причина – это неосторожное обращение с огнем, в том числе курение, да, особенно это касается тех граждан, которые у нас в состоянии алкогольного опьянения могут, да, то есть уснуть, сигареты в руках, и, соответственно, если это в постели, то возникает горение непосредственно постельных принадлежностей и распространением пламени на все помещение. Ну, вы так сразу в целом подытожили практически весь наш диалог. Давайте вернемся в начало немножечко. Пожары, они бывают какие? Бывают на землях лесного фонда, как я понимаю, а бывают? Да, у нас природные пожары разделяются на ландшафтные и лесные. Лесные – это на территориях лесного фонда, то есть и ландшафтные – это все, что касается открытых территорий, земель сельхозназначения, то есть все, что не относится к землям лесного фонда, ну, если простым языком. И сейчас каких пожаров больше? Вот мы видели жуткие кадры Хасанского района, который горит, который тушат. Ну, в целом, у нас сейчас преобладает большое количество, конечно, ландшафтных пожаров, то есть это пало в сухой растительности, да, то есть лесных пожаров еще не так много. Кроме того, силы и средства направлены на предотвращение как перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты, так и на территорию лесного фонда. А по каким причинам был введен особый противопожарный режим? То есть что, ситуация достигла своего апогея? Ну, есть определенные критерии, по которым определяется, ну, и возникает необходимость введения такого рода режима. В частности, здесь в этом году сподвигло ввести режим, это резкий сход снежного покрова в восточных и южных районах Приморья, ну, и, соответственно, возникновение большого количества палов резкого роста... Сухой растительности. Сухой растительности. То есть стало тепло, люди начали выезжать на отдых уже на открытую территорию, да, там, на природу. И, соответственно, при использовании открытого огня, либо еще каких-то моментов, плюс ветровая нагрузка, они все это учитывают при разведении огня, неважно, с целью приготовления пищи на природе и так далее, то возникает распространение, да, то есть искр и возникновение такого рода пожаров. А есть какие-то районы, где это наиболее распространено у нас по Приморью? Ну, да, у нас есть ряд определенных... Потому что сельская местность. Ну, естественно, что это связано с теми муниципальными образованиями, где наибольшая часть территории этих поселений – это поля, да, то есть сельхозугодия, в том числе неразграниченные земли, да, то есть которые не имеют какого-либо назначения, которые по большому счету не используются по какому-либо назначению. Это у нас вот Ханка, да, Хароль, Хасан, то есть где большие территории именно вот полей, да, так скажем, такого фонда земель. Потому что, ну вот в городе во Владивостоке у нас так вроде не видно каких-то пожаров или все равно происходит? Не, ну они происходят, просто в городе во Владивостоке в основном все территории, как правило, используются, там есть собственник, который в большей степени заинтересован, да, не возникновение горения, сухой даже растительности. А там, где большие территории, там, как говорится, нет как такового собственника, то, соответственно, и контролировать, и следить за данной территорией становится сложнее. Что чаще всего становится объектом пожара? Дома, поля, не знаю, сараи, как вы сказали? Не, ну здесь если делать границу между ландшафтными пожарами, то в нашем случае ландшафтные пожары, как правило, происходят на территориях, где отсутствуют какие-либо строения. То есть это в основном какие-то, ну, то есть территории, да, то есть открытые территории. Есть у нас такое понятие, то есть пожары на открытых территориях. Ну и в целом 50% это в непосредственно уже каких-либо зданиях, строениях, сооружениях. Ну если брать в целом все пожары. Поэтому 50 на 50, но это по состоянию, вот опять же, подчеркиваю, на март месяц, да, на начало марта. Как дальше будет обстоять обстановка с пожарами, покажет время. Ну и, соответственно, действия дополнительных требований, которые будут введены в рамках особого противопожарного режима. А бывает такое, что пожар начинается на территориях на каких-либо, ну на поле, допустим, и перекидывается на строение? Или это редко? Это редко. Почему? Потому что палы, как правило, да, возникают, ну то есть не в ближайшей границе, прямо именно со строениями, с домами, да, то есть он возникает где-то за пределами территории населенного пункта, а если даже на территории, то далеко от строений. И, соответственно, может распространяться как от населенного пункта в сторону, да, там, каких-либо полей, там, насаждений, да, там, так и в сторону, наоборот, зданий, строений. Но с учетом того, что это держится на контроле, и при малейшей, так сказать, угрозе, да, происходит непосредственно реагирование, да, то есть как бы служб пожаротушения, которые реагируют на тушение. То есть у нас существует такая пятикилометровая, да, зона, то есть не допускает каких-либо переходов из эту пятикилометровую зону до населенного пункта, каких-либо палов. То есть это сразу уезжает, происходит реагирование, и данное возгорание тушится. А чем опасны тогда такие пожары? Ландшафтные? Да. Ландшафтные пожары, они, во-первых, сопровождаются большой скоростью, меняют направление, то есть выбрать точное. Траекторию какого тушить? Да, не то, что траекторию тушить, а куда подъехать, чтобы его затушить. То есть поле, да, все понимают, что дороги у нас не везде есть, соответственно, с учетом ветровой нагрузки возникает риск как изменения направления, так и увеличения скорости распространения. И вот здесь как бы очень сложно порой защитить, да, как бы там. Поэтому и существуют вот эти вот зоны, когда неважно, там далеко населенный пункт или строение, необходимо его сразу, да, оккупировать, затушить, и чтобы никакого распространения, неважно, там, куда, то есть не было. То есть вот основная цель пожарной охраны, это, то есть своевременное реагирование на такие пожары. Ну а лесные пожары, наверное, опасны тем, что это и животные гибнут, и почва страдает. Ну да, это угроза животному миру, да, то есть как бы есть, ну в основном у нас, ну не то, что в основном, тушением лесных пожаров, а также ландшафтных, на приграничных территориях к лесному фонду. Это у нас занимаются органы лесного хозяйства, то есть авиалесоохрана, да, то есть, поскольку, а, данные подразделения как раз-таки, то есть, имеет опыт тушения такого рода пожаров, поскольку тушение пожара в городской среде, да, и тушение в природной среде, да, это разные, да, вещи, поскольку и это оборудование, соответственно, другое, да, как бы, плюс мобильные они более, ну, то есть, службе тушения лесных пожаров, у них более, то есть, люди мобильные, да, так скажем, их ранцы, да, то есть воздуходувки, так называемые, которые применяются при тушении ландшафтных, а также лесных пожаров, поскольку они, ну, одинаковый процесс тушения, что ландшафтных, что лесных. Какие меры профилактики предпринимаются пожарам? Ну, если брать техногенные пожары, да, то есть, городской среде, то в данном случае у нас применяется информирование, да, то есть, как бы, выдача предостережений, консультирование, это именно меры профилактики. Кроме того, у нас есть контрольно-надзорные мероприятия, а вот сейчас, как раз-таки, будут проведены проверки населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров, а также огороднических, садоводческих товариществ, детских лагерей, в том числе. Кроме того, дается оценка готовности сил и средств, да, как бы, и с учетом, ну, если брать профилактику по ландшафтным пожарам, здесь также особый упор делается на населенные пункты, да, муниципальные образования, где есть как раз-таки, вот, в том числе и угроза, это в данном случае работа организована, должна быть организована органами местного управления, которые должны проводить обучение, раз, также проводить мероприятия по благоустройству, соблюдению, да, требованиям области благоустройства, то есть это уборка мусора, да, сухой растительности на придомовых территориях, что даже если подойдет ландшафтный пожар, границам, чтобы даже зайдя на территорию придомовую, непосредственно к зданию, чтобы он не подошел, да, то есть пал, ну, который возникнет за территорией домовладения, то есть вот такого, в основном это обучение и мероприятия в целях уборки территории, да, в частности сухой растительности, гражданами, организациями. Но причины пожара, как вы сказали, это в основном человек. Да, именно так. Деятельность человека, это где-то покурил, это где-то сжег траву, да, что еще это может быть? Не выключил электроприбор. Да, даже оставленная бутылка с водой, да, она может использоваться как, не использоваться, она может быть причиной возгорания, поскольку эффект линзы, да, то есть преломление луча и также может возникнуть горение сухой растительности. У меня было такое, я в машине оставила бутылку с водой, прихожу, она так на обивку салона попадает и чуть было не было. Да, поэтому такие случаи тоже имеют место быть. Какие санкции есть в условиях особого противопожарного режима? Что здесь предусмотрено? Так, хотел бы озвучить по мерам ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, которые вводятся, действуют во время особого противопожарного режима. То есть это у нас, во-первых, увеличение штрафных санкций, то есть санкции в виде предупреждения уже не предусмотрено. Поэтому хотел бы обратить внимание тех граждан, да, дачников, там, бабушек, да, вот в основном пожилого возраста, которые не всегда понимают все последствия, да, при сжигании мусора на своем участке. Сейчас они будут готовиться, то есть, да, к посадкам, будут готовить землю, соответственно, будут сжигать прошлогоднюю сухую растительность. И не всегда они понимают, дают оценку тому, что, допустим, ветер, да, наличие ветра, либо его отсутствие, да, как бы, поскольку у нас, может быть, вокруг уже земля, сухая растительность собрана, да, в какую-то кучу, она, ну, грубо говоря, ее поджигает, но при этом не понимает, что с помощью ветра может раздуть на соседние участки, которые не убраны. И все, то есть стоит даже загореться соседнему участку, и пошло распространение далее по, ну, в зависимости от, так сказать, чистоты, от сухой растительности соседних земельных участков. И бывают такие моменты, что у нас дачное сообщество, где большое количество брошенных, да, земельных участков, то это занимает там несколько, да, то есть половину территории СНТ, поскольку собственники, либо они уже... Умерли, переехали. Да, переехали, и с ними контакта нет, соответственно, как бы и привлечь даже их, и заставить, так скажем, убрать свой участок от сухой растительности не представляется возможным. И какие меры за это предусмотрены? Так, граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 60 тысяч до 80 тысяч, и на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. О, это почти до миллиона достигает ответственность. Поэтому вот как раз-таки сельхозпроизводители, да, обращаю внимание, те юридические лица, которые непосредственно пользуются, владеют, распоряжаются территорией, чтобы они как раз-таки привели ее в порядок, но при этом не использовали открытый огонь. Да, то есть, как бы, понятно, что нужно привезти, убрать мусор, но можно дождаться просто, когда особый противопожарный режим будет снят, да, когда уже будет зеленая растительность, и в последующем этот мусор, ну, сжечь. Правила это не запрещают, но они не запрещают только в условиях, что не действует особый противопожарный режим. По статистике, по вашим наблюдениям, вы ждете увеличения количества огня, ну, вот, возможно, с течением весны, к майским праздникам, может быть, вот туда, если заглядывать. Сейчас же весна только началась, мы только начинаем наблюдать все это, и уже вот так масштабно. Ну, как правило, я уже ранее как бы озвучивал, что в прошлом году, допустим, в марте месяце, да, у нас, ну, как правило, мы начали гореть в рамках, ну, я имею в виду ландшафтные пожары, но тогда просто снежный покров сошел не так рано. Поэтому у нас риски, да, как правило, сопровождаются, в том числе с условием, когда, ну, то есть, сошел снежный покров, то есть, в зависимости от температурного режима окружающей среды, а также количество отсадков, которые выпали, ну, непосредственно, да, в зимний период и начало весеннего. Вот у нас снег прошел, получается, 8-го числа, да, партизанский городской округ, да, ну, большое количество довольно-таки, ну, достаточное, то есть, там сейчас риски возникновения в ближайшее время минимальны, при этом, да, где осадки не выпали, то там, соответственно, риск возникновения ландшафта пожаров больше. Поэтому, если так брать, то есть, здесь также необходимо учитывать, что какие, какая погода, да, будет у нас... Сухо, ветрено. Да, ветрено, наличие там, да, осадков, поскольку в прошлом году у нас так получалось, что у нас там раз в неделю, да, был дождь, и как бы все это так мягко прошло. Поэтому как будет в этом году? То есть, загадывайте, ну, будем надеяться, не сколько на погоду, да, а сколько будем надеяться на сознательность граждан, что они будут соблюдать дополнительные меры требований пожарной безопасности, которые будут действовать в условиях особого противопожарного режима, а именно, а именно, это запрет использования открытого огня. Особый противопожарный режим какие запреты еще предусматривает? Ну, то есть, не посещать леса, может быть, или что? Ну, разумеется, что дополнительные требования здесь, конечно же, это запрет посещения лесов, запрет сжигания каких-либо там порубочных остатков, да, то есть, как бы сухой растительности, мусора, использование открытого огня, проведение каких-либо работ с использованием, да, огня. Ну, что еще? Это вот основный момент, что у нас является причиной, да, то есть, это неосторожное обращение с огнем, да, и поэтому все, что связано с какими-либо, то есть, с использованием огня, эти мероприятия запрещены. Ну, это вот основное. И последний вопрос задам. Какие дополнительные меры пожарной безопасности предпринимаются на данный момент? С 6 марта текущего года на территорию Приморского края, правительству Приморского края, введен особый противопожарный режим. В настоящий момент это 22 муниципальных образования. В рамках данного распоряжения правительством рекомендовано главам муниципальных образований ввести ряд дополнительных мер пожарной безопасности, в частности, это запрещение пребывания граждан в лесах, запрещение разведения открытого огня и сжигания мусора на открытых территориях данных муниципальных образований, запрещение проведения в лесах и на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ. Это то, что мы проговорили. Да, это как раз бывает еще такой момент, что некоторые, есть такое понятие «отжиг», то есть сжигание сухой растительности под контролем. То есть до введения особого противопожарного режима он разрешен, а при его уже введении запрещен. Поэтому те, кто не успели, так скажем, отжечься до введения, соответственно, не могут сейчас сделать этого, где он введен. Поэтому и подчеркиваю, что все меры, в плане обеспечения пожарной безопасности, в частности территории, должны быть своевременны. Не тогда, когда мы уже гореть начали, да, там, или уже введен особый противопожарный режим, и ряд запретов введен на те меры, которые можно было использовать при подготовке, да, к пожароопасному периоду. Ну и, соответственно, создание у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запаса воды для тушения пожаров и восстановления противопожарных минерализованных полос. То есть это определенная такая территория, которая отделяет часть земельного участка, которая отделяет лесной фонд, да, территорию лесного фонда, от, ну, каких-либо объектов, да, территории, да, граничащих с этим лесным фондом. Это в целях предотвращения перехода как и ландшафтного пожара на территории лесного фонда, так и, наоборот, с территории лесного фонда на территорию поселений или населенных пунктов, которая должна быть также очищена, обновлена. То есть это тоже за ней необходимо следить. Ну хорошо, что скажете жителям в назидании? Ну, жителям, в первую очередь, хотел бы сказать, чтобы, наверное, это основной момент, это касается не только ландшафтных пожаров, это касается вообще пожаров в целом, чтобы люди при оставлении электроприборов давали оценку тому, что может возникнуть угроза возникновения пожара, хотя казалось бы, что прибор работает и вроде бы ранее за ним каких-либо неисправностей не замечалось. Это вот касается, хотел бы обратить внимание на зарядное устройство для гаджетов. Второй момент, не оставлять детей одних дома, которые могут, допустим, у нас есть такая причина, как шалость детей. То есть оставили родители зажигалку где-то на столе, на подоконнике, ну это курящие, как правило, родители, оставили дома даже на 5 минут, выйдя в магазин и так далее. Ребенок может взять, видя, как родитель пользуется, может его также при использовании что-либо поджечь, и может возникнуть пожар. Ну а по ландшафтным пожарам хотел бы основное это обратить внимание также, чтобы люди понимали всю ответственность, в первую очередь, о тех последствиях, которые могут, да, повлечь за собой возникновение ландшафтных пожаров, поскольку предусмотрена не только административная ответственность, но и уголовная. Кроме того, возмещение ущерба в гражданском порядке, да, то есть, как бы, помимо того, что будет наказание, но еще нужно будет возместить ущерб третьим лицам. В качестве примера, то есть, если на земельном участке человек решил сжечь сухой мусор, дали сухую траву, и в результате этого у соседа сгорел дом, то поднима уголовной ответственности, штрафа, да, то может быть, ну нет, штраф это либо административная, либо уголовная. То есть, может быть и штраф в зависимости от ущерба. Ну, как правило, если дом сгорел, то ущерб там, как правило, немаленький, и может повлечь уголовную ответственность. Поэтому, вот, хотел бы обратить внимание людей на том, чтобы они задумались, прежде чем, как раз-таки, именно в условиях особого противопожарного режима, хоть это и запрещено, но не все у нас, да, соблюдают требования, решат воспользоваться открытым огнем. Неважно, при приготовлении пищи, там, шашлыков, но и в том числе уборки своего участка. Ну что ж, спасибо, будем надеяться, что жители услышат, каждый год мы об этом говорим, услышат, ну и хоть кто-то воспользуется этими рекомендациями. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили об особом противопожарном режиме, который веден в Приморье. В гостях у нас был заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Приморскому краю, начальника отдела дознаний и административной практики подполковник внутренней службы Максим Сополович. В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин